Этот прием, бычок, у Сергея Ларькова один из любимых. Ката Гурума или мельница с вариациями. Впрочем, в арсенале бронзового призера таких приемов еще с десяток и в четвертьфинале представительного турнира в Санкт-Петербурге ему пришлось применить практически все. В соперниках был фаворит турнира и победа над ним, казалось, открывала легкий путь к золоту, но в решающем поединке что-то не задалось. Скорее всего, недонастрой был, но в физическом плане был недобор. Неудобные соперники бывают и не был готов к этому. А вот Марине Воробьевой повезло больше. На финальный поединок ее соперница просто не вышла. Официально из-за травмы. Впрочем, говорить «повезло» в адрес чемпионки мира, наверное, будет немного некорректно. Слишком уж сильно прошла Марина по турнирной сетке, побеждая за явным преимуществом. Восходящая звездочка российского дзюдо шансов не оставляла никому. В таком составе, в котором мы ездили в целом, у нас еще было два травмированных мальчика хороших. А так вообще в целом выступление больше положительное, чем отрицательное. Не добрали мы две медали, я считаю. Ну, да, спорт есть спорт. Для тренера Сергея Батько успехи подопечных были вполне ожидаемы. Но, как обычно бывает в таких случаях, от команды хотелось большего. Но, несмотря на 300 с лишним участников, спортивный аппетит пришел прямо по ходу схваток. Ты понимаешь, что уровень у тебя выше, но все равно самое главное – это настроиться и недооценить соперника. А выйти готовым бороться, потому что каждый соперник хороший. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы. Чемпионат страны отменен, но на тренировках это сказалось не сильно. Возобновиться все может в любой момент, поэтому, по словам Сергея Батько, все ребята должны быть в форме и в полной боевой готовности. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».